привет аналпер в этом видео поделюсь тобой сразу тремя техниками которые помогут тебе избавиться от страха для начала разберемся что же такое страх страх это эмоция очень древняя эмоция которая у нас уже вшита в генетическом коде которая показывает нам о том что нашей жизни угрожает опасность и на самом деле это хорошая такая мобилизующая эмоция которая помогает нам выживать но к сожалению или к счастью человечество очень сильно развивается а эмоция как бы запаздывает и на самом деле многие наши страхи не имеют под собой такой особой почвы и сейчас разберемся как же это происходит первое что происходит когда у тебя возникает какой-то такой страх бытовой на бытовом уровне ты боишься подойти с кем-то заговорить ты боишься начать новое дело ты боишься не знаю делать холодные звонки это ты боишься не самого этого действия а ты боишься что чему-то важному и чему-то ценному для тебя что-то угрожает ну например если мы говорим про холодные звонки ты же не боишься просто разговаривать по телефону ты не боишься разговаривать с другими людьми это для тебя не проблема проблема заключается в том что если ты не будешь делать определенное количество холодных звонков и не будешь получать согласие на другом конце провода то соответственно тебя будет меньше денег а если у тебя будет меньше денег то тебе нечего будет кушать там содержать семью и так далее и так далее и так далее то есть понимаешь всегда в нашем бытовом страхе есть какая-то цепочка то есть за любым страхом какого-то действия стоит угроза не твоей жизни конкретно в данной ситуации хотя это тоже не исключено но стоит угроза чему-то ценному чему-то важному для тебя и в таком случае если ты допустим боишься подойти кому-то что-то уточнить что-то спросить это говорит о чем это говорит не о том что ты боишься этого действия это говорит о том что ты боишься возможно не получить ту информацию которую ты хочешь спросить у этого человека или боишься получить отказ то есть смотри в чем заключается первая техника первая техника работы со страхом она заключается в том чтобы задать себе вопрос а чего действительно я боюсь какой ценности угрожает то действие которое я собираюсь сделать либо которое я не хочу делать и когда ты поймешь какая ценность за этим стоит ты осознаешь и поймешь что это на самом деле твое действие не так уж сильно влияет на твое состояние страха другими словами ты можешь задать вопрос если ты боишься делать к примеру холодные звонки ты можешь задать себе вопрос а чего я действительно боюсь я боюсь брать трубку в руки я боюсь разговаривать с другими людьми скорее всего ты получишь ответ нет но что такого страшного если вдруг я не буду делать холодные звонки может со мной случится или что такого страшного случится если я вдруг буду делать холодные звонки и они будут не результативны и ты найдешь таким образом ответ то есть задай себе вопрос что страшного случится если я это сделаю какая ценность стоит за моим действием либо за моим бездействием и когда ты получишь ответ задай себе вопрос а действительно ли это так действительно ли это то что я себе там на фантазировал соответствует действительности действительно ли это мое действие либо мое бездействие угрожает реально моей жизни и таким образом ты будешь себя как бы раскручивать ты будешь выпутываться из этих оков страха вторая техника работы со страхом техника метафоричная сейчас поясню что это значит знаешь в любой момент времени мы играем какую-то определенную роль вот например сейчас я записываю это видео для тебя и я играю роль ведущего либо играю роль спикера то же самое ты в определенной жизненной ситуации ты играешь какую-то роль обязательно такое происходит и вне зависимости от того в какой ситуации ты находишься постарайся поиграть с метафорой что это значит все очень просто как всегда на моем канале когда тебе что-то страшно сделать постарайся посмотреть на себя со стороны это первый этап техники увидеть себя оценить мысли на себя а на кого я сейчас похож на какого героя я сейчас похож может я похож на маленького бездомного котенка может я похож на маленького мальчика может я похож там еще на кого-то я не знаю это уже твоя метафора посмотри так на себя со стороны и постарайся объективно оценить на кого на какого персонажа на какое животное на какую метафору ты похож и когда ты назовешь себя я сейчас выгляжу как маленький голодный котенок окей следующий этап техники задайся вопросом а почему я сейчас выбираю эту роль почему мне так важно сейчас быть в роли маленького котенка к примеру ну или я не знаю там кого-то другого кого ты определишь сам как ты сам идентифицируешь свою роль а потом когда ты получишь ответ задайся вопросом а хочу ли я постоянно в этой жизни играть такую роль скорее всего ты получишь ответ нет я хочу изменить эту роль и тогда тебе нужно будет глядя на себя со стороны превратить этого маленького котенка либо того кого-то там себе представил в какую-то другую ресурсную роль ну допустим превратив супермена этого котенка либо при преврате в такого мощного серьезного уверенного кота который на охоте в кого-то обязательно превратить позитивного то есть следующий шаг этой техники вот ту метафору которую ты себе представил когда ты решил и понял почему ты выбираешь эту роль задайся вопросом почему я выбираю эту роль потом задайся вопросом какую роль я хочу теперь выбирать какую роль теперь я хочу превратить этого маленького котенка в то существо которое тебе нужно которое ресурсно и ассоциируйся с ним то есть встань в позицию этой роли и вот эта техника смена роли она просто фантастическим образом работает на уровне метафоры ты можешь таким образом проработать свой страх и это принесет тебе невероятное удовольствие следующая третья нлп техника работы со страхом все дело в том что у нас у каждого есть какие-то внутренние представления о себе самом о мире то есть у нас есть внутри какие-то картинки звуки и ощущения в нлп мы это называем модальности а если детально говорить то мы сейчас будем с тобой общаться на тему субмодальности ты не переживай не пугайся что я говорю эти термины они тебе будут полезны я сейчас поясню что это значит это значит что когда ты чего-то боишься у тебя в голове проигрывается какой-то фильм то есть если ты боишься сделать холодный звонок то к примеру ты представляешь что твоя рука тянется к трубке телефона и от этого тебе становится страшно твоя задача в этот момент времени запечатлеть эту картинку когда ты боишься и внимательно ее рассмотреть как будто сделать такой снимок внутренней ментальный и внимательно ее рассмотреть что в этой картинке есть какие там есть звуки и какие есть ощущения эта картинка она ассоциирована или диссоциировано ассоциирована если ты как будто видишь это своими глазами диссоциировано это когда ты на картинке видишь себя она цветная или черно-белая она подвижная или она статичная она далеко или близко она яркая или тусклая говорим про звуки теперь дальше если в этой картинке звуки в твоем именно именно в твоем представлении какие они тихие громкие справа слева и так далее так далее и дальше когда у тебя есть эта картинка какие есть ощущения если они вообще если они есть то они какие они наружные ты чувствуешь что-то своим телом либо они внутренние ты чувствуешь что-то своими внутренними органами все это важные детали и когда ты запечатлел вот эту картинку когда ты понял как это у тебя работает постарайся теперь начать играть с этой картинкой то есть давай на примере все-таки холодных звонков ты видишь руку которая лежит рядом с трубкой телефона и тебе становится страшно к примеру рука я вижу свою руку значит я ассоциирован я вижу трубку телефона ok я испытываю неприятные ощущения внутри я вижу только какую-то часть всего экрана а общий фон он черный к примеру я просто сейчас фантазирую и рассказываю себе что я бы представлял если бы боялся делать холодные звонки дальше если какие-то звуки если я прислушаюсь к этой картинке да есть какой-то посторонний шум хорошо что очень важно обратить внимание на все детали и когда ты обратил внимание на все детали теперь твоя задача с этими деталями поиграться как это делается вот я уже описал то что я вижу слышу чувствую а теперь я начинаю играться я начинаю эту картинку отдалять от себя и наблюдая за своими ощущениями что происходит с чувством страха ок отдаляю страх уменьшается если я приближаю делаю ее прямо еще ближе чем она была изначально страх увеличивается окей значит для меня это работает так если отдаляю уменьшается приближаю увеличивается и картинка моя была статична что будет если я ее оживлю сделаю ее подвижный в моем случае ощущения меняются на более приятные в моем случае ощущения меняются на более позитивный у тебя может быть наоборот совсем у тебя может быть модела мой дорогой и nel per так что ты будешь приближать картинку это не исключено и у тебя страх наоборот начнет пропадать такое может быть дальше я поиграю с фоном я видел черный фон размытый а сейчас я постараюсь просто увидеть всю картинку на весь экран и для меня это работает то есть ты можешь поиграться с этим фоном можешь картинку оживить можешь ее отдалить можешь приблизить можешь ее сделать более яркой можешь сделать ее наоборот более тусклый можешь сделать ее черно-белый к примеру и твоя задача в этот момент времени обратить внимание как это влияет на твои ощущения то же самое делаешь звук со звуком если у тебя в изначальном представлении страха был какой-то звук в моем случае это был какой-то фоновый звук я могу сделать его тихо просто вообще его выключить таким мысленным эквалайзером и когда я убираю звук в моем случае ощущение страха еще меньше становится если добавляю звук то ощущение страха становится больше а если я могу еще попробовать добавить туда какую-то мелодию вот я добавляю мотивирующую мелодию и мне становится еще меньше страшно то же самое со своим внутренним представлением можешь делать ты и то же самое проделываешь с ощущениями когда глядишь на эту картинку ты уже поигрался с визуальной субмодальностью попробовал изменять ее поигрался с аудиальной субмодальностью попробовал ее изменять и обратить свое и обратил свое внимание на то как это у тебя работает можешь поиграться со своими ощущениями вот мне в данном случае мне очень хочется добавить ощущение какого-то какой-то прохлады на свое тело я сейчас глядя на эту картинку добавляю ощущение прохлады и эта картинка вообще уже перестает меня пугать то же самое можешь делать ты то есть ты можешь поработать со своим внутренним представлением того действия которое тебе действительно страшно делать и поверь ты мне вот эти внутренние представления они у нас всегда есть в определенный момент времени особенно когда нам страшно то есть ты можешь это делать ты можешь с этим играть до какое-то время потребуется на концентрацию и так 3 и 0 5 техники первая техника это прояснить какая же ценность стоит за этим страхом чему угрожает это действие какой ценности угрожает это действие и задать себе вопрос а действительно ли это так вторая техника эта работа с метафорой представить метафору ту роль которая действительно боится задаться вопросом а почему я выбираю такую роль потом изменить эту роль и ассоциироваться с ней ну и третье это работа с субмодальностями и работа со внутренними представлениями это была передача утренняя раскачка я желаю тебе избавиться от страха с тобой был юрий пузыревский до скорых встреч пока пока